Жители Наринмара, Тельвиски и других близлежащих сел начали получать регулярные штрафы за езду на автомобилях по Печоре. В феврале по предписанию прокуратуры в регионе начался активный контроль за соблюдением норм Водного кодекса РФ. Специальные рейды инициированы отделом государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Ненецкому округу при участии ГИМС и ГИБДД. Согласно текущему законодательству, движение транспортных средств в пределах водоохранных зон, то есть по рекам, озерам и другим водным объектам, запрещено и наказывается штрафом от 3000 рублей. Под действием федеральных норм подпадает река Печора, единственное звено, связывающее между собой населенные пункты округа с центром региона. Как быть, когда движение на автомобиле по реке бьют по карману, а другого варианта у жителей нет? В этом вопросе разбиралась Ирина Цепетова. На работу с работы в поликлинику в гости и просто по магазинам. Для жителей Тельвиски, Макарова, Оксина и других близлежащих сел доехать до Наринмара дело нехитрое. Ещё удобнее оно становится зимой. Ведь доехать до Наринмара можно просто по льду на автомобиле. Вот только делать это категорически запрещено. Согласно нормам Водного кодекса Российской Федерации, в границах водоохранных зон запрещается движение и стоянка транспортных средств, кроме специальных, за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твёрдое покрытие. Территория Печоры также является водоохранной зоной. А значит, за выезд на лёд на транспортном средстве водителю полагается наказание в виде штрафа для физического лица от трёх тысяч рублей. Юридические могут пострадать финансово на десятки тысяч. Такой удар по кошельку не по нраву ни рядовому жителю, ни предпринимателю. Вот как людям выезжать-то? Посмотрите, ладно, хорошо построят, они здесь вот эту переправу, дорогу сделают на Телевскую. Как людям выезжать с деревень, с Низовья, с Макарова? Как им выезжать оттуда? Просто у них нет возможности такой. Постройте дороги. Для всех населённых пунктов? Для всех, для всех, да. И не будет никаких проблем. Тогда, пожалуйста, могут стоять и смотреть за этим порядком, когда уже будут дороги. А когда вот нет дороги, и вот это обор денег просто идёт незаконными, мне так кажется. Тревожные звонки жителей Наринмара, Тельвийских и других населённых пунктов услышал губернатор округа Игорь Кошин. Вборы жалоб на выездах штрафуют, рейды останавливают. Что у нас такое происходит? По словам начальника отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны ПАНАО Олега Уленицкого, за два рейдовых дня было составлено четыре протокола об административных правонарушениях на водителей, передвигающихся по Печоре на автомобилях. Всё в соответствии с действующим Водным кодексом Российской Федерации. И никаких исключений. Печора – река высшей категории, от загрязнения её оберегает федеральный закон. Работы, выезды в водоохранную зону считаются только по согласованию, либо если имеется твёрдое покрытие и установленные дороги. Иной выезд, иной любой хозяйственной деятельности в водоохранной зоне, то есть в 200 метрах от уреза воды, запрещено действующим федеральным законодательством. А когда было принято это федеральное законодательство? Это в рамках действующего административного кодекса, в течение трёх лет оно действует. В течение трёх лет мы регулярно наказываем граждан, и ни разу такого не было. Олег Улиницкий ещё раз подчеркнул – движение по реке запрещено только для автомобилей. На снегоходную технику, триколы, подушки и иной спецтранспорт запреты не распространяются. Однако от этого не легче. По словам Александра Чурсанова, более 50 жителей Тельвиски ежедневно ездят на работу в Нарьинмар. Это очень серьёзно, и дело в том, что не у каждого человека есть снегоходная техника. Кто-то ездит с соседом на машине и договаривается. Понятно, что если там воздушная подушка ходила, то люди ездили на воздушной подушке. Но сейчас нужно понимать, что лёд всё-таки средняя толщина 80 сантиметров. Люди ездят от необходимости. Кроме этого, нам доставляют хлеб с города, предприниматели также. И у них также неудобства возникают. Но федеральный закон не только устанавливает запреты, но и указывает на то, как избежать наказания. Так, согласно Водному кодексу, движение транспортных средств в водоохранной зоне возможно только в специально оборудованных местах с твёрдым покрытием. Говоря простым языком, между Тельвиской и Нарьинмаром должна появиться дорога, насыпь или официальная ледовая переправа. Только так можно узаконить движение на автомобилях между двумя населёнными пунктами. Эту работу в Департаменте строительства уже начали. Просчитали стоимость обустройства ледовой переправы. Протяженность 3,7 километра от улицы Сопрыгина вдоль берега Кородецкого шара с выходом в посёлке Тельвиском. Ориентировочная стоимость 22 миллиона. Это что такое 22 миллиона? 4 миллиона это строительство и порядка 18 миллионов это содержание. Это по проекту? Да. Это намораживание, это знаки? Да, да, да. В первую очередь это намораживание, содержание. Вопрос обустройства ледовой переправы между Тельвиской и Наринмаром глава региона поручил проработать совместно профильному департаменту, заполярному району, городу и муниципальному образованию. В 2011 году данный вопрос тоже возникал, и мы с департаментом, тогда не департамент, а управление жилищно-гоммунального хозяйства округа, также этот вопрос мы пытались решить. Во-первых, проблема это территориальной принадлежности, то есть акватория с шара до Йокуши, она относится к городу Наринмару. Далее это межселенная территория, то есть территория заполярного района. То есть тут нужно понимать, что нужно, либо это, чтобы была территория муниципального образования и телевисочный сельсовет, да, и мы конкретно просили деньги на обустройство этой переправы, либо это было бы в виде незаполярного района, и он бы непосредственно этим занимался, либо бы по соглашению эти мероприятия проводили также мы. То есть тут в этом еще необходимо разобраться, то есть что, чья территория, кого территория, да. Вы сами понимаете, потому что если территория не района, допустим, и не муниципального образования, то, соответственно, мы туда ни одной копейки вложить не можем. И никакой переправы организовать, ни вишкование, ничего мы сделать этого не можем. Решить вопрос с ледовой переправой предстоит уже в ближайшее время. Ведь рейды отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Неницкому округу на сегодня не закончатся. Контроль за исполнением федерального закона продолжится.